Здравствуйте! Мы продолжаем наши Добрынинские встречи. И сегодня у нас в гостях заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси» Евгений Викторович Агеев. Евгений Викторович, здравствуйте! Очень приятно видеть вас в наших стенах, тем более эти стены для вас уже дамы, но родные. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш творческий путь и ваша жизнь именно во Дворце культуры имени Добрынина? Ну, я во Дворце Добрынина начал работать после службы в армии. Это был 1966 год. А как я сюда попал, мой брат играл в оркестре баянистов здесь, во Дворце. В то время здесь был большой оркестр баянистов. И он мне написал, что требуется баянистов танцевальный коллектив на работу. И вот я после армии поступил на заучное отделение консерваторию Нижегородскую и приехал сюда работать. Ну и вот началась моя жизнь творческая здесь во Дворце в качестве концертмейстера в ансамбле танцевать. Тогда он не назывался Волжанкой, просто был танцевальный коллектив. Потом пришло время и приехал новый баритмейстер Хайкин Николай Аркадьевич. И мы с ним задумались сделать аккомпанирующую группу при этом ансамбле. Потом пришла, так сказать, хорошая хормистер. И создали еще детский коллектив ансамб песни и танцы. Счастливое детство. Хор был большой, звание группы. И мы оркестром, уже более в расширенном составе, аккомпанировали программу и эту. Ну, оркестр стал разрастаться, потому что тут появились еще музыканты профессиональные, педагоги училища и после консерватории, которые пришли. Тоже им интересно было поиграть в оркестре. И как педагоги взяли их на работу сюда, в помощники. И мы вот потихонечку оркестр сделали такой уже самостоятельный. Где-то уже за 30 человек оркестр перевалил. 30 человек? Это буквально за какой период? Ну, где-то года... Ну, вот считайте, за 3-4 года оркестр взросся. Вот из такого небольшого вырос уже в оркестр. И мы стали делать самостоятельные программы оркестром. И, ну, помогали танцевальным все равно. Но эти группы оставались, они аккомпанировали на концертах, на репетициях. Делали записи им танцев. До сих пор ансамбль «Из счастливое детство» и ансамбль «Волжанка» танцует под записи оркестра. Руководство Дворца культуры Дагадабринина предлагало какие-то усилия для того, чтобы... Ну, поддержку какую-то, для того, чтобы именно ваш оркестр создавался. Вот в таком коллективе, который вон существует. Ну, видите, в чем дело. Я был... Мне, может, повезло в том плане, что я пришел в этот дворец. И директором был здесь Семен Михайлович Курис. Который был такой человек, я считаю, что редкий человек, который любил очень самодельный искусство. Вообще искусство. И он был еще и хороший хозяйственник в плане организации, вот, снабжения инструментами, костюмами. И все для коллективов. Ведь костюмы шили в Москве. Инструменты покупали в Москве. И когда коллектив... Он не возражал, что коллектив стал самостоятельным, не только аккомпанирующим. Это появился новый коллектив. И продолжили мы традицию. Заложенный еще до войны был оркестр Стомпелева, профессиональный коллектив, который просуществовал не очень долго в Ярославле, но при филармонии даже поработали они. Вот. И вот эту традицию я решил продолжить и создавал оркестр, который вырос в большой оркестр. И в 2000 году стал профессиональным коллективом. Ведь на тот момент, в те годы, были вы, наверное, единственными. Нет, еще самодельный был коллектив в пединституте. И еще был Дом культуры. Здесь был небольшой Дом культуры, топная аппаратура. Там тоже был маленький оркестр. Это из музыкантов, которые играли в Стомпелевском. Когда-то до войны уже. Ну, им куда было деваться. Да. Ну, они уже были возрастные многие. Кто-то приходил, играл. Мы брали, так сказать, не отказывали. Музыканты были разного возраста у нас. Были даже у нас такие музыканты. Допустим, молодежь была такая, кто заканчивал школу. Здесь отучились в студии у нас. У меня сейчас в оркестре есть профессиональный музыкант, который здесь начинал в детской студии. И вот все 40 лет она в этом дворце тоже играет в оркестре. Начиная с любительского, закончил музыкальное училище. А потом в институт культуры закончил. И играет в оркестре, продолжает играть в нашем оркестре, в муниципальном уже. Поэтому и в то же время, в то время тоже так же было, что и профессионалы играли, и любители. И самое главное, что удалось нам, значит, благодаря и директору, и благодаря большой помощи директора завода, Анатолия Михайловича Добрынина, который помог финансово и внимание уделял, и финансово помог приобрести хорошие инструменты. Вообще тяжело, наверное, тогда было с инструментами как-то, да? Ну, тяжело. Были фабричные простенькие инструменты, но были хорошие инструменты. Делали на заказ, но они были очень дорогие. И поэтому, вот, я много этот случай всем рассказываю, как появились баяны «Юпитер». Я уже закончил консерваторию, еще не было. Потом появились баяны «Юпитер». Это был инструмент, такой, количеством регистров, ну, как иностранный, немецкий инструмент, итальянский. Но это уже готово выборно, и в левой руке была такая сложная механика. И он очень дорого стоил. Цена уравнялась легковой машине. И когда вопрос возник, чтобы купить такой баян для оркестра, хотя бы один, у дворца не было таких денег, и обратились на завод к директору Добрынину. Он немножечко играл на баяне, и поэтому заинтересовался. Я говорю, а сколько стоит? И когда сказали цену, он говорит, ну, как это же машина стоит столько, это же очень дорого. А вдруг, вот, не дай бог, украдут, или что-то случится, вот это дорогой инструмент. Ну, ладно, давайте, как в качестве эксперимента, я вам выделю такую сумму. Ну, вот, на баянной фабрике в Москве мы познакомились, там тоже было не очень просто, там очередь стояла за инструментами, и чтобы добиться, не ждать очень долго, все-таки удалось договориться с администрацией, и мы купили такой инструмент, привезли. И когда Антон Михайлович здесь на одном мероприятии, он говорит, ну, покажите инструмент-то какой вы купили. Ну, мы принесли, показали, он взял в руки, ну, я поиграл сначала, он взял тоже сам, попробовал. Ну, говорит, ну, конечно, шикарный инструмент. Он говорит, а что вы-то один купили только, надо хотя бы три. И купили. Потом еще покупали, там, шесть юпитеров у нас было. Те юпитеры еще у нас, где-то два-три баяна еще задействованы. Ну, ремонтировали уже. И все, к сожалению, приходится делать в Москве. Сейчас у нас и мастеров нет в городе, и мастерских нет. Поэтому приходится ехать в Москву мастерам. Анатолий Михайлович, каким образом вам показался, как человек, как, ну, вот вы рассказали уже, да, действительно, Семен Михайлович хозяйственник. Анатолий Михайлович, как сейчас по-новому словом, это меценат, но все-таки наверняка это был человек творческий, как вы уже сказали, что он брал руки баян. Ну, уже начнем с того, что раз он немножечко играл на баяне, сам любитель был, очень любил и слушать, и играть. И самое главное, что он очень помогал дворцу финансово, потому что он приходил во дворец, и когда он бывал здесь, или на концертах, или просто приезжал посмотреть, как выглядит дворец, что тут, потому что это его детище, он его выстроил, то он даже заходил в костюмерные, смотрел, какие костюмы, что пошли нового, спрашивал, как у вас обстановка, что один раз в 71-м году была поездка в Финляндию, и Антоний Михайлович с нами ездил, с желанием, с коллективом, сборной такой был креатив, танцевальная, от Волжанок небольшая группа, ансамбль такой народный наш, и вот мы поехали в Финляндию, и он с нами ездил, и там сидел на концертах, и везде ходил с нами на экскурсии, в общем, и он посмотрел просто, что, как принимают наши коллективы за рубежом. Ну и, конечно, когда коллектив вырос, и с нами уже коллектив полупрофессиональный был до 2000 года, и были концерты такие серьезные, вот у нас в Театре Волкова часто проходили партийные конференции, и там всегда самодеятельные коллективы, все лучшие коллективы в области выступали, и мы довольно-таки часто там то аккомпанировали, то выступали на сцене, и один из таких вот был, это самая областная конференция партийная на одной, был концерт, на который пригласили известную певицу Марию Биешеву, народная артистка СССР, она пела в Москве с оркестром радио, и репертуар был, мы срочно нашли этот репертуар, пригласили, и она шесть песен спела в концерте, в таком, вся область принимала участие, лучшие коллективы, но вот ей дали, так сказать, с нашим оркестром выступить, и мы подготовили вот она на репетиции, она приехала пораньше, мы здесь с ней репетировали, и, знаете, было нелегко с ней петь, потому что она свободно пела, как ей хочется, как нравится, и произведения не такие уж простые, но коллектив все-таки полупрофессиональный, но любительский считался, и музыканты, основная масса играли все на хорошем уровне, и мы сумели за несколько дней вот все сделать, и самый интересный был момент, когда она спела несколько песен, и ушла за кулисы, но я ушел за ней, она говорит, зачем вы ушли, вдруг меня не вызовут на бис, идите обратно, идите обратно, потому что надо еще бис спеть, я говорю, это был такой удивительный смертный, да, я говорю, ну как, говорю, вас не вызовут, там публика неистов стала, и она еще две песни спела на бис, вот, и ей так понравилось, она так благодарила, и так, отзывы были такие хорошие. То есть тандем у вас сложился? Да, и после этого, вот, после этого у нас, вот я познакомился, пригласил Колбешина сюда, из Ульяновска, он приехал, стал работать и петь с нами, потом у нас, мы пели с такими певцами, как Зураб Саткелава, солист Большого театра, Владимир Моторин, солист Большого театра, Василий Овсяненко, то есть, вот, когда уже коллектив в 2000 году стал муниципальным, профессиональным оркестром, город наш пошел на встречу, потому что потихонечку изменилась обстановка, уже любительские коллективы, им сложнее стало, музыкальные особенно, и люди, профессионалы уже бесплатно играть не могли, нужно было зарабатывать деньги, поэтому вопрос стал, как и во всей России так пошли оркестры такого плана становиться муниципальными или городскими, или каким-то, то есть, штатно делали штат, и нам тоже выделили штат и сделали оркестр. А еще вот какие-то концерты, которые вам запомнились в те годы, которые вот вы, когда вот выезжали из Дворца культуры Добрынина, будучи здесь, были какие-то вот знаковые, которые наиболее запомнили? Ну вот, когда еще до того, как стал муниципальным, коллектив довольно-таки много поездил, даже зарубежные поездки были, мы были в Португалии, в Чехии, мы были в Германии, во Франции, в Америке небольшой группой, летали в Америку, да, в общем-то довольно-таки много, и в Москве выступали. Насыщенная творческая жизнь, можно сказать, для коллектива, ну, выступали в Калуге на смотре всероссийском конкурсе оркестров любительских, но это уже как раз накануне, уже как перехода к профессионализму, был в Калуге, там сидел главный дирижер, возглавлял жюри оркестра Осиповых, Николай Николаевич Калинин, и уже тогда вопрос вставал, что уровень приезжали из Петрозаводска, оркест тоже, там консерваторцы играли, но считался любительский, но уже вопрос встал, что пора сделать профессиональный, он ходатайствовал, Калинин, перед муниципалитетом, мы остались все равно во дворце, также во дворце, поскольку, когда оркестр стал профессиональным, нас в штат перевели в Дом культуры строителей, но репетиционная база была здесь. Евгений Викторович, а вот все-таки, когда же ваш оркестр стал именно вот струнами Руси? С Анатолием Ивановичем Колбешиным, когда познакомились, когда он стал петь, и когда началось такое время, перестройка, и у нас возникла идея, мы с музыкантом из Москвы дружили, я вот, очень хороших отношений дружеских до сих пор, есть такой музыкант, композитор и исполнитель, народный артист России, Александр Цыганков, он и преподает в Минеснике, вот он домрист, мы с ним познакомились, а он очень много, у него было, ну, он знал много музыкантов русских, и не только русских, а тех, кто играл на русских инструментах за рубежом. В то время уже были оркестры, которые и в Швеции, и в Америке, ассоциация Дом Рыбалалайки, играющая на русских инструментах, в Японии, во Франции, в Дании, и мы решили сделать фестиваль, такой вот, создать фестиваль, чтобы всех музыкантов сюда пригласить, вот Цыганков помог связаться, и вот первый фестиваль в 93-м, в 91-м году, состоялся, а второй в 93-м году, на теплоходе от Москвы до Ярославля, от Ярославля до Москвы, на теплоходе, приехали музыканты из Америки, из Японии, небольшие составы, но приехали любительские, и мы с ними вместе делали концерты, а в 93-м уже расширенный состав, уже больше музыкантов, открывали в Москве этот фестиваль, вот, и уже оркестр Осипов даже участвовал с нами, тут подключился, и, ну, и пришла мысль, как назвать оркестр. Но в то время струны России, это был такой фестиваль, а потом был период, когда говорили, что название России не использовать, и мы переделали, оркестр назвали струны Руси. Вот он и стал. Название. Да, струны Руси так оркестр, и до сих пор он называется так. Струны Руси. А вот нет ли у вас таких планов, например, ну, я понимаю, что вы сейчас отдельно, как существуете, как муниципальный оркестр, но у нас же Волжанка, и счастливое детство до сих пор здесь. Совместных-то планов-то как-то еще нет. Все время обращаются, мы помогаем, делаем записи, новые фонограммы, они под фонограммой работают. До сих пор сотрудничаете? Да, да, да. Ведь еще здесь, мы не только концертные оркестры, а мы еще проводим фестивали. Вот у нас есть фестиваль с оркестром струны Руси, поют и играют дети. Это дети с города Ярославля, и с области даже приглашаем, играющие на русских инструментах, поющие. Они выступают, это уже мы провели, больше десяти фестивалей таких детских. И раз в два года проводим фестивали струны России, продолжаем этот фестиваль. Уже 14-й фестиваль прошел в прошлом году, на будущий год 15-й должен быть. Вот все время в этом здании заключительные концерты проходят, съезжаются оркестры с разных городов. У нас тут столько перебывало оркестров со всей России. Поэтому вот такая еще деятельность. Ну и помогаем дворцу. Я говорю, что помогаем, и в концертах участвуем, когда надо. И пишем записи, делаем вот на танцевальном коллективе. Все-таки, вот так вот, немножко подытоживая нашу с вами беседу, что для вас стены дворца культуры имени Добрынина? Основная моя жизнь, вся здесь прошла 50 лет. Я 54 года работаю во дворце, в этом здании. Поэтому для меня очень важно, это дворец, что меняются люди, меняется руководство, руководство, но как-то с уважением относятся и город, и дворец культуры. Я добавлю, что все-таки, я благодарен, что жизнь меня свела с такими людьми, как Семен Михайлович Куриц, потому что многому научился у него, в плане, может, как руководитель он был, у него было чему поучиться и в хозяйственных вопросах, и вот он познакомил, где инструменты, все. После этого мне бы уже приходилось самому этим заниматься, вот благодаря ему очень много он, конечно, сделал. А Добрынина, конечно, вспоминаю, потому что он тоже много сделал для дворца культуры и для всех коллективов, я считаю. Это был человек, который редко, чтобы директор завода вникал в работу коллективов. Творческих. Да, творческих. А он вникал, он и приходил, и смотрел, и слушал, и был на концертах. И это было приятно, потому что даже, я помню, был однажды здесь кинофестиваль, проходил, и был потом небольшой, так сказать, фуршет, этот самый Крючков здесь, была эта самая, Гурченко, да. И я, меня даже пригласили тут немножко им подыхать, играть, спеть. Крючков пел «Три танкиста, Три веселого друга», а четвертый – Николай Крючков. Вот. И Добрынин присутствовал на этой встрече, и мы вот тут… А вы играли на баяне? А мне попросили поиграть, как я, и Гурченко, и мы с ней общались, поговорили с Крючком, и я говорю, и с Добрынин, вот это вот благодаря заводу, что они помогли, и фестиваль этот поддержали. Вот интересно было. Вот какие встречи, да? Да, это редко. Вот ты вспоминаешь, и думаешь, так в жизни повезло встретиться с такими величинами. Ну, вы величина не меньше, Евгений Викторович. Ну, что, спасибо, Евгений Викторович, что пришли, посетили нашу гостиную. Я желаю вам всяких творческих успехов, и действительно, чтобы ваша творческая жизнь продолжалась в стенах борца культуры на Добрынина, только на благо нашего зрителя. как можно дольше. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заслуженный деятель искусств, художественный руководитель Муниципального оркестра русских народных инструментов струны Руси Евгений Викторович Агеев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова